всем привет ребята вы на канале sober vision в этом выпуске мы проведем небольшие соревнования между муравьями по заселению новых территорий а именно у меня есть два вертикальных формикария и в них живет у меня две колонии в одном в кристалле у меня живет мессер структор а во втором который называется сталинка 2.0 у меня живет компонотус альбас парсус я сегодня хочу открыть им по одному этажу одновременно и понаблюдать кто же сможет быстрее заселить новые предоставленные территории перед началом эксперимента можно учесть один факт а именно то что мессер структор занимает у меня три этажа и их немножко больше это видно на глаз компонотус альбас парсус занимают всего два этажа но принципе численность у них уже достаточно большая для того чтобы они могли активно развиваться и осваивать предоставленные им этажи как же мы будем проводить эти соревнования а давайте просто одновременно откроем две перегородки и посмотрим кто из муравьев быстрее сможет освоить новые этажи и Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok А именно то, что мессерструктор начал более активно осваивать новые этажи. Альбаспарсусы же более осторожно, осмотрительно поднимались на третий этаж и совсем не торопились перетаскивать туда расплод. Все сходится, ребята. По моим наблюдениям, мессерструктор немного более агрессивные и более активные муравьи. Особенно в том, что касается предоставления им их новых территорий. Они постоянно что-то копают на арене, постоянно пытаются себе какие-то новые дома построить. Компонутус альбаспарсус – они более такие осмотрительные муравьи. Не сразу начинают осваиваться, не сразу они активно занимают те новые участки, которые им предоставляются. Но, ребята, в плане охоты я бы не сказал, что компонутус альбаспарсус – менее пассивные муравьи. Может быть, даже наоборот. Охотники из них какие-то более сплоченные, более собранные. И им, на мой взгляд, быстрее удается победить тех туркменских тараканов, которые я им кидаю. Жнецы же, они как-то более беспорядочно, хаотично носятся по арене. Но, тем не менее, берут своим числом, берут тоже каким-то таким напором некоторых муравьев, которые проявляют активность. И, в принципе, у них тоже получается достаточно быстро победить таракана. Ну, а тем временем, компонутусы росли. Я уже открыл им еще один этаж. И они уже разместились на четырех этажах. Жнецы сейчас также остаются жить на четырех этажах. Как я замечаю, зимой у месорструктор расплода немножко поменьше, чем летом. У компонутусов, у тропических муравьев зимой и летом, так сказать, одним цветом. Расплода всегда много, развивается хорошо, интересны муравьи. За ним интересно наблюдать как и при кормлении сиропом, так и при кормлении различными живыми культурами, живыми насекомыми. Ну, а на сегодня, ребята, это все, что я хотел вам рассказать. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом и анонсирую конкурс, который стартовал на канале Собервижн. Призы, ну, как обычно, мои формикари. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Участвуйте в конкурсе. Ссылочка на конкурс будет в описании. Не забывайте подписаться, поставить этому видео лайк. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok